Это элемент работы, он не заменяет всю работу А потом ты уже можешь какие-то демонстрировать фонтусы, да ну это фонтусы Боевые обстановки, все это здесь пюрки Но я себя обезопасен Я себя обезопасен Я себя обезопасен А если он идет, я думаю, что это фонтусы Потом подрезается, да, вот эта рука Ну смотри, сработал, пол его сидит То есть он просто уходит от возможного удара Он просто уходит Это просто срабатывает его безусловный реплесс Элемент не будет Опять, что я делаю? Я не просто ношу Я мысленно по его векторам Вот То есть вектора Вот он вставляет Вот он вставляет Я могу дотрагиваться Я могу с собой Оба То есть при направлении его силы в ноги, да? Да, то есть Я могу Вот он Раз этот вектор И в раз туда закрутил То есть вот он его вектор идет Я раз его сознание Он начинает следить за возможной угрозой Не более того Это безусловный реплесс Так Ну да Ну это возня Возня То есть вот так Оп Оп Вот это вот Как элемент подготовки Вот это всего Чтобы вы знали как работают вектора Вот это вот То есть это его вектор, по которому сознание, видишь, как легко скатывается. Я могу это делать, раз, чтобы увидеть. Ну, это элемент подготовки и более топлива. Поэтому сначала нужно наработать чувствительность, наработать ощущения, потом наработать движения по векторам. И раз, и туда. Это можно нарабатывать. Смотрели, как человек реагирует на то или иное ваше действие. Здесь он пошел в ух. То есть можно сознание упустить туда. Это просто элементы боя. Смотрится эффектно, конечно. Смотрится эффектно. Но реально боя-то не... Должно быть эффективным. Понятно. Имеется ввиду именно эффект. Я могу не пробивать до конца, скажем так, его тело здесь. Ну вот это вот движение, если оно даже не касается, оно его сожмет. И даст определенное уже дальнейшее движение его телу. Он просто безусловно реагирует на возможную опасность. Когда идет работа... Что я просто... На расстоянии, да и опять что делаю? Я поднимаю его... Опоры, да, снимаю. Вот, снял его, да, сапор? То есть видите, он раз, сапор. И тогда я начинаю с ним работать. Потом раз, его сапор снял, бум. То есть я сначала нарабатываю возможность снятия сапора на расстоянии. Опять это не ради какого-то отдельного бесконтакта, да? Чтобы научиться это делать. Снимать сапор. Он встал. Я его привязал к себе. Снял. И здесь уже начинаю с ним работать. Потом, когда идет, я опять привязал. Оп, снял его. Здесь работает. Просто, чтобы вы... Опять, он снял. Оп, его слить. Поджал. Снял сапор. И здесь уже могу работать. Залить на подъеме, да? Я... Вот он стоит просто, и я снять. Вот. Чтобы снять сапор, да, я должен отпустить свое тело. Потому что он к моему телу уже привязан. Чтобы помогать. Так. Помощно, помогать. Так. Дальше я что делал? Отошел, да? Сделал... Ощущение создал, что руку положил, да? Отошел. У него возникает просто ощущение, на которое он реагирует, не более того. Да? Как эфирная рука, да, Викалыч? Представляете, эфирную руку? Да, я как будто бы его... Вот я здесь положил руку, да? Потом вот я как будто ее раз положил. Посмотрите. Да. Я ее не вложу. Он на нее опирается. Он на нее опирается. Он на нее опирается. Он на нее опирается. То есть человек всегда опирается своим сознанием. Причем не только когда он видит. Но когда он просто знает, что там какая-то возможная опасность, то сознание выводит сюда. И это сознание опирается на все, что там возникнет. Если вы это убираете, то человек начинает терять как бы эту равновесие. Но мы сейчас ничего жесткого не поговорим. Просто... Как бы вы ощущения себя нарадовали. И потом вырабатываете. То есть я это вообще делаю. Я убираю. Да, это опор. То есть вы как бы не видите, что я его убрал, да? Да, видите. Если я убрал опору, дал ему давление туда, и более того. Да, ему дают. Потом это можно делать быстро. Наверное, там и так далее. Ну вы медленно наработаете. Ощущения посоздаваете. Что-то еще. Ну вы начинаете просто работать с такими вещами, чтобы не повредить. Потому что если жестко начать работать, можно, ну... Обычно работают там... Кто, извините за выражение, пах сжимает, человек, у нас боль, а что-то теряется. Кто сердце сжимает, грудную клетку. Но он задает, чтобы передать его состояние, нужно передать информацию о себе. То есть себя ждать. Передать ему, а потом себя отпущу. Ну вы тоже изменили. Поэтому страдает не кто-то других. А в боевую ситуацию главное перенаправить на осознание Вот это она включает элементы, скажем так, управления осознанием Смотри, сюда То есть я могу и сюда, и сюда То есть если я даю сюда Вот это пошел сюда Или так Вот это оно применено А в чем секрет коленок? Почему они дают направление? Именно бьет локер И коленок То есть отсюда, если не выводить коленок, то дарить не сможет Если не выводить локер, то дарить тоже не сможет Мы подсознательно знаем, что бьет локер Человек сразу реагирует на локер Идет коленок Он реагирует на колено Потому что идет сначала колено Потом уже Подсознательно Подсознательно То есть, допустим, он идет Раз туда, он уже, видишь Он реагирует, что раз, пошел туда И уже То есть, как будто бы я вот что сделал Он домысливает Мы видим с вами прошлое Настоящее домыслие Вот элемент домысливания И более того Просто показать коленку То есть, показать ложные движения Психовирус Так как человек домысливает Если создается угроза Колено бьет Угроза есть Его с подсознанием Мгновенно домысливает, что колено уже прошло Уже нашел удар И он начинает пытаться выстроить защиту И вот на его защите вы начинаете работать Элементы колдовства мы не применяем Они присутствуют, они действительно есть На это нужно определенное время, чтобы Поддануть, скажем так На любом расстоянии и так далее В бою это просто не применено Но это возможно Опять-таки, возможно Не на всех, если нет защиты Если нет там много но Стоит Но это уже Шансы или возможности Для противника Поэтому КОНЕЦ